Добрый вечер в эфире Ориен ТВ программа Эхо недели и сегодня у нас в гостях человек которого сначала исключили из единой россии потом приняли обратно александр куниловский добрый вечер добрый неожиданное представление вообще представляет обычный депутат законодательного собрания там депутат законодательного собрания человек который обогнал на выборах мэра действующего мэра александр анатольевич куниловский родился в 1961 году в маленьком городке красавина велика устинского района вооружской области в оренбург приехал 85 и начал работать инженером-конструктором в 93 создал фирму по торговле бытовой техникой которая уже через несколько лет стала крупнейшей строительной компанией в оренбургской области избирался депутатом оренбургского городского совета и депутатом законодательного собрания 3 4 5 созывов в 2004 году александр куниловский баллотировался в мэра оренбурга накануне выборов оренбургские единороссы кандидатуру александра анатольевича одубрили однако позже московское руководство партии настояло на поддержке несостоящего в партии юрия мещерякова куниловский выдвинулся самостоятельно за что был исключен из единой россии при этом он стал вторым на тех выборах обошел действующего мэра геннадия домковцева 2010 года по настоящее время работает генеральным директором закрытого акционерного общества строительно-инвестиционный холдинг ликос в 2004 году сыграл роль врача благотворительном спектакле обыкновенное чудо сейчас о более печальных вещах наверное вчера случилось небольшое чп небольшое возгорание на комсомольске 199 дробь 1 насколько я помню дом большое небольшое чп выявил очень большие проблемы не смогла проехать пожарная машина не сработала система дымоудаления жители прям прошли везде понажимали ничего не сработал новый дом как как такое возможно новый с данной сложно прокомментировать вообще когда дом сдается все системы особенно связанные с пожарной безопасностью принимаются отдельно они все принимаются с практическими испытаниями поэтому почему отказала но вообще порядок эксплуатации дома значит весь расписывается четко как для жителей сейчас даже инструкция целая книжка дается каждому жителю это раз вторая полный пакет документов передается управляющей компании она уже отвечает за все системы жизнеобеспечения дома в том числе систему пожарной безопасности сегодня невозможно новое здание сдать без учета пожар противопожарных требований это не невозможно просто не за какие ни за деньги ни за что потому что это строго относится к проектантам это строго относится к компетенции строительного надзора органов противопожарной безопасности и самого подрядчика заказчик тогда получается кому вопросы вот управляющей компании первую очередь ей передается в эксплуатацию это дело и соответственно органы пожарной отзора контролирует акции управляющая компания эксплуатирует здание все системы здания водоснабжения канализации в том числе системы противопожарной безопасности это вопрос к ним жильцы соответственно должны быть инициативной и помогать эксплуатирующей организации проверять и сразу поднимать тревогу вообще это не первый случай да когда вот крупный пожар на солмышской с погибшими был здесь тоже была ночь это многоэтажный дом 12 этажей там по моему то есть ну чудом не закончилась трагедии люди погибли и тоже не работал противопожарная и сигнализации вся эта система вообще у нас это может работать нормально сегодня показалось что проверки например крупных объектов где большое посещение жителей но подавляющее большинство объектов на нормальном состоянии имеется ввиду вопрос безопасности не без замечаний и любой объект когда сегодня которые соответствуют проекту а в проект закладываются все нормы которые предусмотрены опять же системе мчс целый перечень норм и требования все это реализуется строители можно конечно это нужно просто четко принимать и постоянно поддерживать должна быть обеспечена большая проблема я усмотрю в том что вы сказали не могла проехать пожарная машина теснота во дворах парковки стихийные парковки будем так называть да недостаточно мест парковочных в домах это системная болезнь когда люди имеющие машину не могут ее нормально поставить и не загораживая по сути своей безопасный проезд что в случае чп должна прийти спецтехника вот это большая проблема это вообще системная проблема связанная с позицией государства в отношении муниципальных образований я почему для зрителей поясни вас спрашиваю да потому что вы уже достаточно давно генеральный директор строительной компании лист правильно ли косо простите как я не очень хорошо ошиблась я тоже уважаемая компания да согласна в когда вы строите дома вы прежде чем сдать у вас все вот эти системы проверяются без этого невозможно сейчас любой дом зайди который вы сдали там все работает ну конечно на момент сдачи конечно работает далее за работу управляющей компании конечно подрядчик заказчик там автор проекта не может отвечать это компетенции разные соответственно здесь еще раз говорю актив дома должен четко взаимодействовать и с управляющей компанией и должны сами ну беспокоиться за свою безопасность ну что сложно собраться и посмотреть как у нас там работает не работает проверить срабатывать закладываются парковки или нет когда закладываются парковки сегодня с минимальными нормами к сожалению это еще раз говорю что связано вообще с перекосом ситуации по муниципальным образованиям особенно по городам областным центром но понимаете в чем перекос вот я это как человек практику практик в бизнесе на строительстве говорю так государство переложило ответственность на муниципалитеты муниципалитеты в связи с ограничением ресурса сегодня ну я не знаю там как правильно сказать не не обижая никого но по сути своей нищенствует выживает поэтому стоимость земли дорогая за счет чего зато за счет того что коммуникации дорогие сегодня системообразующие предприятия как сетевые организации они за свой счет не хотят ничего делать они делают за счет кого за счет опять же жителей в конечном итоге перекладывая сначала на застройщика а потом все это в конечном итоге ложится через цену на гражданина не должно быть так должно быть достаточно ресурсов у муниципалитета который принимает приемлемый удобный прогрессивный будем так говорить на десятилетия вперед генплан и говорить нельзя так плотно строить как мы строим сегодня мы же уничтожаем по сути свою городскую среду на десятки лет вперед те дома которые мы сегодня сдаем они будут стоять 50 70 100 лет но разве через 70 лет будет такой стандарт жизни мы уже сегодня увидим что наши дворы задыхаются и не только в те которые построены 30 лет назад те здания которые были построены тогда когда машин было в 15 там в 20 раз этажей было меньше этажей было меньше мы сегодня сжимаем городское пространство лишая наших внуков правнуков нормальной жизни нормального воздуха кто должен искать выход городской администрации вы как строить ну невозможно переложить это только на кого-либо одного еще раз говорю это должна быть политика государства государство должно принять четкие стандартные комфорта жизни и обеспечить муниципалитеты как это положено по закону по большому счету я как депутат законодательного собрания который муниципальным правом занимается уже почти 20 лет могу вам сказать что сегодня нельзя перекладывать головную боль с одного уровня на другой потому что это невозможно когда еще тем более что муниципальная власть лишена по сути своей ресурса для решения этих вопросов вот посмотрите я еще раз могу привести пример разве детские сады это задача путина или медведева я думаю что в том числе в коем случае вообще количество детских садов должен определять городской совет и мэр сколько нам надо сколько у нас детей у городского совета и мэра но денег нет сегодня за город за свой кост не может построить ни одной школы ни одного детского сада без помощи губернатора и области это раз а с помощью губернатора и области можно построить там ну сколько там раз-два-три-четыре-пять школ сколько не больше не больше и мы говорим сейчас о государственной программе строительства школ для чего что у нас путину и медведеву заняться больше нечем давайте мы все-таки посмотрим система значит что-то там как говорят если плохая музыка значит что-то в консерватории не так а есть возможность поменять систему всегда есть когда люди думают и занимаются ну как на улице выйти ну зачем надо просто открыто говорить об этом и все-таки добиваться ну не добиваться наверно того все-таки говорить о том чтобы власть это слышала к сожалению сегодня к сожалению к великому все-таки в россии недостаточно ресурсов чтобы решить одновременно все проблемы десятилетия будем так сказать государственного неуспеха я отношу это 80-е годы и 90-е годы конечно привели к тому что россия просто восстанавливаться одновременно все решить нельзя но давайте мы сегодня поживем еще трудно но примем такие правила чтобы через десять лет нам было не стыдно вот вот про плотность застройки до немножко я на том что ротко участок на пролетарской где вы строите в этом месте в этом районе вы депутат законодательного собрали правильно это относится к вам территория что сейчас происходит ведется застройка типовая застройка города оренбурга понимание с жителями но с большинством я считаю да потому что та инициативная группа которая инициировала вообще так сказать интересы власти там и всех и публики и сми к этому месту застройки у нее одна позиция да я не буду ее обсуждать они имеют право на заявление этой позиции только встретившись с ними я им объяснил что можно сделать да у меня с правой точки зрения как бизнесмена и у моей компании никаких вопросов быть не может с правой точки зрения у нас все чисто то что там не решено с точки зрения комфортности среды городской я бы сказал какие пути решения могут быть я сказал что я готов сам участвовать в решении этих вопросов но одно предложение я помогаю тему кого спина мокрая знаете если инициативная группа готова работать в этом направлении пути понятны давайте соберем более широкий круг не 10 человек особенно соберем 300 человек жителей потому что мы провели опрос среди жителей этого района и узнаете противоречивое мнение они говорят у нас все хорошо заканчивается у нас первая часть еще один вопрос коротко ответите сергей брюнев сказал что там все-таки будут и детские сады и школы обязательно это предусмотрен генпланом одна школа и два детских сада там будут обязательно вопрос о комфортности о количестве будем так сказать таких скверов небольших дорожек для прогулок вместо для зеленения вот это некоторая проблема да есть но она должна быть решена сейчас прервемся ненадолго буквально через несколько минут продолжим программа эхо недели в гостях у нас представлю вас стандартно как вы привыкли александр кунеловский депутат законодательного собрания вопрос тогда как депутата да там же в этом же районе на пролетарской вопросы до сих пор с гостиницей баку или с поликлиникой который там нет на какой стадии вся эта история когда-то будет там поликлиника или нет все-таки поликлиника будет обязательно я как депутат который ну занимается достаточно давно общественной деятельностью на депутатской стезе могу сказать что вопросы по необходимости строительства новой поликлиники возникли лет 15 назад жители малой земли молодые все там же конечно половина из них пенсионеры те кто были молодые говорили об этом постоянно и гостиница баку бывший гостиница баку и этот проект это один из самых конструктивных решений которые мы смогли реализовать почему тогда до сих пор потому что нет финансирования потому что сегодня министерство здравоохранения не может выделить еще выделялись же деньги причем не маленькие нет выделены деньги были недостаточно ее только привели в порядок в плане реконструкции под самому поликлинику но она не закончена нет денег на доводку кабинетов до кондиции нет денег на оборудование мы в постоянном контакте с промышленным районом с медицинским сообществом мы понимаем сколько денег нужно когда владимир николаевич кеданов был депутатом законодательного собрания председателем бюджетного комитета часть денег мы выделяли выделяли в том числе из тех денег которые депутаты распределяют для социально значимых направлений но их было недостаточно в принципе там осталось добавить порядка 100 120 миллионов для того чтобы запустить проект поликлиники к сожалению за последние два года эта поликлиника не стала приоритетом для министерства здравоохранения к сожалению и могу сказать что депутат куниловский и группа депутатов городских депутатов законодательного собрания не смогла решить этот вопрос хотя он злободневный для жителей малой земли они обращают решу нет постоянно мы говорим об этом мы говорим о подготовке есть у вас понимание того когда будет решен ну хотя бы очень приблизительно в течение ближайших двух лет сейчас ситуация с бюджетом выровняется к сожалению вот мы бы мы живем в постоянном кризисе последние четыре года и этот год показывает что опять не балансируется бюджет хотя мы его приняли без дефицитным но последнее решение губернатора понизить все расходы на 4 процента говорит о том что балансировка опять не уверена не что она получится но то есть на воде покажет дальше посмотрим в этом году же в восемнадцатом году конечно нет про девятнадцатый год мы опять будем вести профессиональный разговор с министерством здравоохранения чтобы постараться этот вопрос решить как будет не могу обещать но еще раз говорю что я лично сам заинтересован потому что мои обещания моим избирателям были связаны именно с этим мы этот вопрос не оставляем без внимания не получится так что вот зря вложили не к гости ну что у меня она уже является собственностью она уже находится в стадии там 70 процентной готовности поэтому никто эту тему никогда не закроет поликлиника будет а тема прошлой недели вопрос как к строителю не знаю насколько корректно вас называть строитель человек который организовал строительную компанию скандал но скандал не скандал не знаю мне кажется не очень красивая история с набережной со спуском к уралу что пройти скажите я там была там есть ржавчина на ступенях там валится штукатурка там вот сделаешь вот так и все сыпется были я там была с архитектором да была с экспертами которые говорят что плохо вы как строитель если проступила ржавчина арматура вот на ступенях спустя там 4 месяца эксплуатации это хорошо или плохо чем это нарушение технологии конечно слава богу что есть общественный контроль слава богу что общественность заинтересована что вы заинтересованы в этом подрядчике сейчас находится в ситуации такой достаточно сложный вопрос примерно сдавая жилые дома мы пять лет несем гарантию за их кондицию пять лет и несем ежегодно какие-то небольшие затраты для того чтобы устранить те или иные шероховатости то же самое сегодня связано с дорогами делать плохо дороге себе дороже если надлежащий подрядчик выбран к сожалению у нас вот это нарушается когда ненадлежащий подрядчик который потом просто пропадает нести гарантии некому если надлежащий подрядчик с большим опытом с перспективой жизни то он конечно будет делать хорошо потому что пять лет гарантии дороги пять лет гарантии за Мы построили здание Следственного комитета, мы 5 лет до дня несли гарантию. 5 лет закончилось, гарантия закончилась. Но это касается всех, в том числе это будет касаться объекта спуска набережной реки Урал. В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра. Вы когда-то выдвигались мэра, это был 2004 год. Вы стали вторым после Юрия Мещерякова. Расскажите, что это за история, почему вас исключили из партии Единой России? Это такая история, конечно, из начала демократических лет, когда еще была эйфория. Сегодня государство более системное и вдумчиво подходит к решению вопросов, кому доверить, руководить. Это все-таки власть городская. Город Оренбург крупнейшее муниципальное образование Оренбургской области, столица области. Поэтому системно нужно решать все вопросы. Я сегодня тоже неоднозначный сторонник прямых выборов. Мы приняли решение, что в Оренбургской области прямых выборов практически нет, за исключением поселкового уровня. Но в Оренбурге точно нет. В Оренбурге нет. Вы думаете, это правильно? Вы знаете, да. Как ни странно, в начале 2000-х годов у меня была позиция другая. Да, это вечерний Оренбург, 99-й год. Занимался своим делом, это ваше интервью. Считал, что и без меня вопросы могут решаться нормально по-человечески. Верил, что государство все же повернется лицом к людям. Но чем дальше, тем нагляднее видно. Государство продолжает обособляться, а человек остается сам по себе. Если говорить по-простому, ситуация, которая сегодня складывается, нас достала. Сейчас не так? Ну, немного изменилось. Я говорю, немного изменилось. По сути своей, каждый человек ответственный за свою жизнь сам. Перекладывать свои проблемы на плечи государства сегодня бессмысленно. Потому что это не является ничем. То есть это ни к чему не ведет. Ну, как вы тогда приняли решение... При советской власти было по-другому, да? Я боюсь не услышать ответ. Как вы тогда приняли решение все-таки выдвигаться, когда партия Единой России сказала нет, пойдет Мещеряков? Ну, вообще решения партии как такового не было. Потому что как может принять решение руководитель партии в Москве, не посоветовавшись региональным отделением? Согласитесь, да? Такого не было при коммунистах. И это решение было кулуарно, по сути своей. И как оно было принято решение, это отдельный разговор. Как вы решили все-таки выдвигаться? Вот что мне интересно. По сути своей, мои партийные коллеги, а я был вторым человеком в партии Единой России на тот момент. И тогда я замечу вам, что в партии не было губернаторов. В партии не было большого количества чиновников. И партия была в части даже, ну если не в оппозиции, то в конструктивной позиции по отношению к областной власти. И мы спорили тогда с вице-губернатором Дмитрием Владимировичем Кулагиным о ряде вопросов. Мы дискутировали с Чернышевым по целому ряду вопросов. Единая Россия. Не единым фронтом выступали. Тогда Единая Россия еще не имела такого уровня власти. Это было хорошо? Ну как хорошо? Ну так было тогда, потому что партия только остановилась. И партийная команда, по сути своей, не возражала о моем выдвижении. Это было мое личное решение, конечно. Но мои коллеги партийные меня поддерживали в части. Но то, что случилось при принятии решения на уровне первичной организации, когда заместитель секретаря регионального отделения первичной организации говорит, ты неправильно поступаешь. Ну это вообще нонсенс. В 8 лет вы не состояли в партии. Вас потом пригласили или вы сами проявили инициативу вернуться? Я вообще никогда не отстранялся от работы в Единой России. Я понимал, что исключение это чисто такой, ну, локальный шаг, что ли, неразумной части руководителей. Потому что, ну, надо бунтарей призывать к порядку. Это как бы принято. Я был бунтарем. Да. Мне сказали, но это неправильно. Ты получил решение, ты должен был уступить. Я не буду рассказывать всех нюансов, потому что у меня есть государственные товарищи. У нас не хватит времени, у меня еще есть один вопрос к вам. Я не буду рассказывать вам. Бунтарей обычно локализуют. Бунтарей оказался конструктивным, работал потом депутатом законодательного собрания. Во фракции Единой России был одним из активных членов партии. В общем, вас взяли обратно, да? Не то, что взяли. Я и не уходил когда. Депутат Куниловский внес законопроект по поводу иностранных журналистов, не допуская их на заседание законодательного собрания. Сказали, что это была ошибка, шутка, в феврале не будут рассматриваться. Тут мы узнаем, что в апреле все-таки будут рассматриваться. Ну, пока не вынесен в повышение. Что это за закон? Зачем он нужен? Зачем вы его внесли? Ну, не то, что я. Я не являюсь разработчиком этого закона. Потому что этот закон, это как Трамп солидаризировался с Великобританией. Так мы солидаризировались с Государственной Думой, когда они приняли решение, решение аккредитации американских СМИ. Это что, это такой реверанс от Куниловского в Государственной Думе? Почему от Куниловского? От Законодательного собрания. Куниловский просто по профилю. У меня по профилю вопрос. Положено. Да, мне как бы, вопрос это моего комитета. А у нас был на Законодательном собрании хоть один иностранный журналист? Нет, нет, я же еще раз говорю, это чисто солидарность. У нас нет проблем с американскими СМИ. Не иностранные, а американские СМИ. Американские, да. Поэтому у нас нет проблем, но как-то вот с Москвой сказали, ну давайте попробуем солидаризироваться. Ну, давайте попробуем. Но таких нюансов в законотворчестве немало. Они не влияют на существо, поэтому я не стал возражать. Ну, вам он не кажется смешным, этот законопроект? Для Оренбургской области. Он вызывает улыбку. Вызывает улыбку? Ну, смех нет, но улыбку, да. Спасибо большое, что пришли. В гостях у нас был Александр Куниловский, человек, у которого законопроект, который он выносит в Законодательное собрание, вызывает улыбку. Спасибо вам большое. Всегда. Да, это дай.